Просто хочется по-человечески быть рядом с вами и показать, что вы не одни, мы вместе с вами всегда. С заботой, поступками, переживаниями мысленно. Вы знаете, я тоже болел, выздоровел, все у меня. Я могу уже ходить и разговаривать. Но я посмотрел, как вы работаете, как работают наши медицинские сотрудники. Это, конечно, заслуживает самого глубокого уважения, похвалы и благодарности человеческой. Какое захотите пожелание вытаскивать, оно обязательно сбудется. Сто процентов. А вслух читать или как? Нет, это пожелание. Видите, как символически? Это сами, которые вас вывезут из любой ситуации. Непростой год 2020, уходящий. Год, год, в котором произошло многое, произошло многое переоценки наших ценностей, наших возможностей. Мы по-другому стали смотреть на мир в условиях такой мировой пандемии. И в этот год он научил нас многому. И вот эти сложности, которые выпавшие на нас, они сделали нас, с одной стороны, не с одной стороны, они сделали нас сильнее. Они сделали сильнее, дружнее. Мы поняли, что мы должны все держаться друг за другом. Держаться друг за другом и быть вместе. Всегда. Мы научились многому. Это печальный опыт, но он все-таки приобретен нами. Как жить, как в некоторых случаях и выживать в том числе. Как можно быстро ставить задачи и очень в кратчайшие сроки их выполнять. И вот это объединение общей целью показало, что нам все по плечу. Мы можем реализовывать самые амбициозные проекты, решать их в кратчайшие сроки и качественно делать. Когда мы вместе. Когда мы объединены общей целью и задачей. Это особенность 2020 года. Сложного, высокосного года. В этот год мы попрощались с Михаилом Михайловичем Жунецким. Это жизнь. Жизнь продолжается. И мы должны заботиться о тех, кто сегодня живет. О наших будущем, о наших детях. Мы должны, и мы это делаем, вселить уверенность в каждом жителе нашего города. Что городская власть, мы все вместе, мы работаем на благо каждого одессита. Не все получается, не все реализуем. Пока. Но с каждым днем мы становимся все ближе к тому, чтобы больше понимания было с людьми. Больше уверенности было в людях в завтрашнем дне. И если мы уже все сейчас говорим об этом на территории нашей городской инфекционной больницы, то я вам хочу сказать, что в каждой больнице сегодня люди видят совершенно новое отношение, качественно новое отношение, улучшение отношения к жителям города Одессы и обеспечение их или предоставление медицинской услуги. Мы сохранили абсолютно все. И не просто сохранили, а и наращиваем. Мы мониторим ситуацию. Мы хотим и внедрим обязательно медицинское страхование для медработников в первую очередь, для представителей социальной сферы, учителей. Обязательно сделать так, чтобы люди сегодня, которые все абсолютно работают, трудятся, несмотря ни на что, потому что учить детей, нужно продолжать воспитывать и учить детей. Лечить необходимо, обеспечивать социальные услуги населению, соцработникам. Нужно работать. Они должны быть уверены. Мы не сократили ни одной социальной программы, а некоторые увеличили. Уважаемые, дорогие, наши любимые медицинские работники, я сегодня здесь нахожусь 31 декабря. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Нахожусь в нашей городской инфекционной больнице. Искренне поздравляю всех, кто сегодня заступил на сутки и будет оказывать медицинскую помощь людям. Поздравляю тех, кто сегодня находится на отдыхе, дома, и завтра выйдет работа, послезавтра. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Я хочу пожелать вам здоровья, прежде всего здоровья, терпения и поблагодарить вас еще раз за ваше профессиональное отношение к работе, за вашу преданность своей профессии. Я знаю, что в европейских странах некоторых не хватает медицинских работников и создаются максимальные условия, льготные условия для тех, кто приезжает и оказывает там медицинские услуги. И, конечно, я понимаю тех, кто едет зарабатывать деньги, но я хочу поблагодарить тех, кто остается здесь. Понимаю, что вы сегодня нужны Одессе. Вы сегодня нужны нам. Вы сегодня нужны людям. Спасибо вам. Спасибо за ваш патриотизм. Одесский патриотизм. Огромное вам спасибо. Мы, в свою очередь, сделаем и будем делать все для того, чтобы вы чувствовали нашу помощь и заботу ежедневную. Спасибо огромное. С наступающим Новым годом. Праздникам вас. С наступающим Новым годом. С наступающим Новым годом. От всего трудового нашего коллектива и от пациентов наших огромное вам человеческое спасибо. 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 Спасибо.